Диагноз не вызывает сомнения. Григорий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Например, рост числа больных с ИБС, с диабетом. Какое ваше мнение? Отражает ли это полностью оценку общественного здоровья? Или есть другие процессы, о которых нам нужно больше говорить? Нельзя говорить о больном с ожирением, у которого есть хроническо-абструктивные болезни и не понимать, что они взаимно ухудшают течение заболевания. Поэтому главные тенденции в современном мире, особенно с учетом роста продолжительности жизни, является понимание того, что коморбидность вышла на первые позиции. И это требует от нас огромных изменений. Вот в этой связи, я думаю, что очень важно отразить те места, говорить об этом. Это конгрессы, симпозиумы, где происходит обсуждение самых современных мер, самых современных подходов. Вот, например, на нашем симпозиуме, который будет в Алма-Ате 17-18 мая, там как раз будут отражены самые передовые технологии по ведению больных с высокой коморбидностью. Вот я в качестве примера вам приведу. Например, будет панельная дискуссия про и контр. Там как раз и поднимаются вопросы, что можно, а что нельзя делать у больного с отчетанной патологией. Например, будет high-speed session, высокоскоростная сессия, где будут отражаться самые современные педагогические приемы в донесении передовой информации. У нас очень много симпозиумов, которые отражают вопросы продления долголетия, вопросы старения, вопросы ожирения, хроническо-абструктивные болезни легких, негоспитальные пневмонии, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония. Это не в отрыве друг от друга, а в контексте коморбидность. Поэтому я считаю, что посещение конгрессов и симпозиумов это самое передовое из того, что можно сделать сейчас, чтобы быть в тренде и понимать, как развивается мировой вектор в лечении современных больных. Ай-класс! Спасибо!